Возгорание произошло на четвертом этаже пятиэтажного дома, примерно в 9 часов вечера. В этой квартире находились двое детей и их дедушка. На помощь прибежали соседи. Вывести дедушку удалось, а вот к детям поступиться уже не представлялось возможным. Они погибли от полученных ожогов. Я на балкон выскочила, смотрю, горит. Естественно, такой ажиотаж. Быстренько начали по соседям. Племянник бросился сюда, в квартиру. Вышел этот старик, дедушка ихний, вышел с просони или что потом, говорит, там дети. Уже зайти не получалось. Как он оттуда вышел? Чуть-чуть обгоревший был, племянник рассказывал. Потом они начали, кто-то еще из ребят, соседи услышали, прибежали сюда, они начали ведрами тушить. Зайти не могут, тушат все это. В общем, был кошмар какой-то. Деревянная пристройка к балконе этой квартиры сгорела полностью, как и вся внутренняя часть квартиры. Огонь с четвертого этажа перебрался на пятый этаж, и жильцы этой квартиры погибли. Их было трое мать и двое маленьких детей. Как мы видим, внутри стены почернили от дыма огня, что, вероятно, и послужило причиной их гибели. По словам очевидцев, мать с двумя детьми на пятом этаже не спали. Соседи стучались в эту квартиру и слышали звуки. Но причина, по которой 23-летняя женщина так и не смогла открыть дверь, остается неизвестной. Остальные квартиры в этом доме не пострадали. Лишь в подъезде стоит едкий запах гари. В настоящее время по делу проводятся необходимые следственные действия для установления причины возгорания и очага. Назначена пожарно-техническая экспертиза опрошенной очевидцы. Проводятся другие необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается. Полностью пожар сотрудники МЧС потушили приблизительно к 10 часам ночи. Специалисты в очередной раз призывают родителей не оставлять детей без присмотра, регулярно проверять на исправность в жилом доме газовое оборудование и электропроводку. Малейшая оплошность и невнимательность в этом деле может стоить жизни совершенно невинным людям.